Здравствуйте! Тема нашего разговора – предварительные итоги года российского кино в Ульяновской области. У нас в студии директор автономного государственного учреждения культуры Ульяновской области Ульяновский кинофонд Лидия Михайловна Саурова, продюсер компании «Волга Кино Локейшн» Александр Анатольевич Крутов и директор муниципального учреждения культуры Дом культуры рабочего поселка Чердаклы Сергей Александрович Юденичев. Добрый день! Хотелось бы напомнить, что еще в декабре 2015 года президент России Владимир Путин на 4-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме объявил 2016 год годом российского кино. И не случайно. В этом году Россия отметила два значимых киноюбилея – 120 лет со дня первого кинопоказа в России и 80 лет в студии «Союзмультфильм». Как проходил год российского кино в Ульяновской области? Слово предоставляется Лидии Михайловне Сауровой, директору кинофонда. Спасибо. Добрый день! Ну вот целый год мы, конечно, об этом думаем. Вот год российского кино, так плодотворно работали. И, конечно, сами себе не раз задавали вопрос, а какой же главный итог все-таки этого года? И я вот занимаюсь этим вопросом профессионально, хочу сказать, что мое мнение – главный результат года российского кино на территории Российской Федерации, и даже не только Ульяновской области, в том, что кинематограф лицом повернулся к селу, к малым городам и селам Российской Федерации. Сделали первый шаг к ликвидации так называемого цифрового вот этого неравенства. Потому что раньше, до этого года, да, цифровой кинопоказ был доступен только в областных центрах. И, конечно, это было несправедливо. И то, что год российского кино позволил эту несправедливость ликвидировать, вот я считаю, что это главный итог года российского кино. Мы повернулись к России, к глубинке. Итогом этого проекта, вот о котором я говорю, на территории Ульяновской области стало то, что, ну, во-первых, как это произошло, фонд поддержки кинематографии российский объявил конкурс, значит, на получение субсидии в размере 5 миллионов рублей каждому кинозалу победителю на установку комплекта цифрового кинооборудования. И в нашей области было два этапа конкурса прошло уже. И все наши муниципальные образования участвовали в этом конкурсе. И вот 10 из них стали победителями. То есть в первом этапе у нас 4 кинозала победили. Один из представителей здесь сидит, присутствует. Он сам расскажет об этом. Вот из всех подавших 4 победителя было. Они уже работают, они уже введены в строй. И вот обо всех эмоциях Сергей Александрович расскажет. Во втором этапе у нас победили еще 6 муниципальных образований наших. Сейчас в них как раз идет монтаж кинооборудования. И в первых числах декабря, буквально с 1 по 11, мы все эти кинозалы тоже открываем. А можете перечислить, какие районы? Могу перечислить. В первом этапе у нас победили Инза, Барыш, Чердаклы и Ишеевка. Во втором этапе у нас победили, значит, Кузоватова, Новоспаск, Новоульяновск. Сенгилей. Сенгилей. Новая Малыкла вроде, да? Да, Новая Малыкла. Сейчас, секунду. Николаевка вроде еще. Нет, нет, нет. Николаевка. Сейчас вот надеемся это самое. Ну, так, еще раз. Корсун, Кузоватова, Новомалоклинский район, Новоспасский, Сенгилеевский и город Ульяновск. Вот эти еще шесть мы запустим вот с 1 по 11 декабря. Вот. Было очень много пожеланий к этому конкурсу в связи с чем, потому что первый этап ограничивался участниками населенных пунктов до 100 тысяч населения людей. И у нас, по крайней мере, в нашей области сложился такой вот момент, что Димитровград, там 117 тысяч населения, помню прекрасно, да, и мы не имели права подать Димитровград, потому что по закону только до 100 тысяч. И мы лоббировали этот вопрос неоднократно, и даже наш министр Татьяна Александровна Ившина выступала на одном из координационных советов в Москве на эту тему, что как обидно, что это тоже малые города областного подчинения, они не имели возможности участвовать в этом конкурсе. И, может быть, благодаря этому, я думаю, что не только Ульяновская область переживала и возмущалась на эту тему, объявили третий этап конкурса. Здесь уже населенные пункты вошли, до 500 человек населения. То есть Димитровград вошел, Ульяновск, к сожалению, не вошел, а то бы мы тоже участвовали. Ну еще добавьте, да, в 100 тысяч. Вот в настоящее время только что закончилась заявочная кампания, у нас 16 заявок в Москву направлено, будем надеяться, хоть сколько-то мы получим. Конечно, у нас один Димитровград соответствует там до 500, но мы послали и районные еще раз, потому что, кто знает, может быть, не наберется нужное количество городов, и наши районы тоже. Мы расширим, так сказать, список, добавим к этим десяти нашим победителям, которые уже будут иметь кинотеатры. Вот это вот главный, я считаю, итог. И вот от этого чувствуешь удовлетворение. Действительно, мы что-то реально сделали. Но если говорить о других итогах, ну я считаю, что, во-первых, и российская кинематография подсуетилась, и создали все-таки блокбастеры, несколько таких российских фильмов, за которые, по большому счету, не стыдно. По крайней мере, Сергей Александрович расскажет. Они у нас практически все открывались экипажем, и иметь возможность экипаж посмотреть в формате 3D. Все люди на больших экранах, это, конечно, было событие. И дальше, ну и вообще, люди имеют возможность теперь в муниципальных образованиях фильмы смотреть в одно время со всей страной. Это дорогого стоит. Не тогда, когда это кто-то когда-то где-то привезет, какая-то возможность появится, да, а непосредственно вместе со всей страной. Вот, поэтому... А давайте сразу спросим Сергея Александровича, изменилась ли культурная жизнь в рабочем поселке Чердаклы после того, как появился кинозал новый? Ну это однозначно, конечно, изменилось. Хочется сказать, когда вот до этого Людмила Михайловна сказала. Мы участвовали в первой волне, еще это был 2015 год, оформили все документы. В 2016-м уже у нас была установка всего оборудования. Вот, для нас первоначально тоже было очень, как бы, даже скажу так, страшно, потому что наш весь опыт был, это что такое? Проектор и экран. Дальше мы понятия не имели, как это будет работать, как это будет выглядеть, вообще, что это такое, как мы будем билеты продавать и все остальное. Но потом, когда все установилось, поставили, заработало, скажу так, сейчас на данный момент уже идут и коллективные у нас заявки. В основном, конечно, это школы, но, знаете, после вот уроков, например, какой-то там класс 1, 2, 3, идут к нам коллективно и смотрят. И по отзывам, своя группа есть ВКонтакте, вот, своим названием, там можно узнать и анонс, и расписание, и цену. И, ну, как бы, если телефон, по которому тоже идут коллективные заявки и смотрят, и, знаете, вот по отзывам читаешь, сравнивают с городом. Уже ищут, знаете, там не минусы плюсы, а только плюсы. Первое, дорога уже у себя, не надо никуда ехать. Второе, это можно с семьей прийти в выходной день. Не надо, как бы, это придумывать, когда, во сколько, куда. Все, как бы, очень-очень доступно. А из других сел тоже приезжают? Да, не только из сел, я имею в виду, но и вот рядом у нас, я знаю, есть Старая Майна. Да, да, они тоже приезжают, уже тоже коллективно приезжают. Из сел тоже так же идут большие коллективные заявки на автобусах. Вначале было как-то дико, как так к нам сюда приезжать, не в город просят, а к нам сюда. На самом деле едут, и это на самом деле так есть. А заявки делают на какие-нибудь кинофильмы? Как сказать, мы работаем так, как, наверное, и вся страна. То есть вышел мультфильм, он идёт и у нас. Вышел фильм, идёт и у нас. Есть анонс, его смотрят, вышли какие-то детские мультики или детские фильмы. Сразу это всё доступно, ещё раз говорю, это всё есть в интернете, то есть расписание нашего кинотеатра. И уже по контакту, по телефону созваниваемся, делаем скидки, когда коллективные, народ рад только больше. Ничего плохого сказать не могу. Спасибо, Лидия Михайловна. У неё всё очень достойно выглядит. Да, даже могу добавить, извиняюсь, перебиваю. У нас также есть и бар, есть и поп-корн, есть кока-кола. У нас есть всё. Как и у нас здесь есть. Как и у всех. Цифровое неравенство ликвидировано. Кроме этого, к нашему большому удовлетворению, тоже на одном из коалиционных советов в Москве было объявлено, что Ульяновск вошёл в топ-10 регионов по развитию кинематографии, по вниманию к этому вопросу на территории. Ну, как это сложилось, это не мы придумали, конечно, да. Подводили некие там факторы, некие показатели. И у нас ведь на территории Ульяновска мы считаем, что есть некий кинокластер всё-таки. То есть это набор событий, набор организаций и так далее, и так далее, и так далее. Не случайно, я думаю, мы ведь и президентский грант в этом году выиграли на съёмке документального фильма о кинокластере. И в президентском гранте так и написано было за достижения в сфере культуры и киноискусства. То есть вот наш кинокластер, который мы заявку подали, когда на президентский грант, мы описали, что у нас входит в этот кинокластер, как мы его понимаем, представляем, и посчитали этот опыт полезным для распространения, значит, по всей России. Вот сейчас идут съёмки этого фильма, и мы его будем распространять во все аналогичные организации типа нашей, по всей Российской Федерации, во все Министерства культуры и так далее, и так далее. То есть это, я думаю, то, что присудили целый президентский грант, это подчёркивает, что люди заметили, что у нас действительно особое отношение в регионе вот к вопросам кинематографии. А когда этот фильм появится, когда мы сможем? Ну, вообще у нас до июня следующего года, но я думаю, в начале 2017 года мы уже будем готовы презентовать этот фильм и посмотреть, чего мы достигли. Ну и, конечно, если говорить, что является составляющей этого кинокластера, да, ну, прежде всего, это наш большой кинофестиваль международный имени Леонтьевой. В этом году он был восьмой раз уже, и вы, наверное, все знаете, и приблизительно помните, кто был. В этом году он был посвящён году российского кино, естественно, и 80-летию мультфильма, и поэтому мы сюда приглашали легенд российского кинематографа, я уж не буду перечислять, Владимир Корниев, там, Светлана Светличная и так далее, и так далее. Но из зарубежных гостей нас посетил Эмир Кустурица, чем мы тоже безмерно гордимся и счастливы, что он у нас побывал. Это тоже, это тоже, вы знаете, когда ведёшь переговоры с такого уровня артистами, им тоже не всё равно, куда ездить, понимаете? Эмир Кустурица – это уже человек такого уровня, которому, ну, как говорят, что гонорары решают всё. Далеко не всё с такими персонами решают гонорары. Если ему не интересен какой-то регион, какое-то место, какое-то мероприятие, он просто не поедет, ему есть куда ездить. Вот, поэтому мы, конечно, очень гордимся, что такая персона у нас была. Мы, конечно, вот Александр Анатольевич подробнее расскажет, да, но мы очень счастливы тем, что в составе нашего кинофестиваля как раз ежегодно происходит форум региональных кинопроизводителей. Да, мы стараемся всеми силами, вот на территории региона, Александр Анатольевич не даст соврать, мы административными всякими ресурсами поддерживаем, как только можем, всех региональных производителей. Или это любительское кино какое-то, или какой-то фестиваль любительских фильмов, или какое-то любительское объединение. Мы чем можем, обязательно помогаем. И Александр Анатольевич, он уже вообще профессионально этим вопросом занимается. Он расскажет о тех премьерах, которые вышли у него уже во всероссийский прокат. И он тоже, наверное, подтвердит, что мы тоже стараемся поддержать, направляя письма, куда, в это министерство культуры и так далее. То есть поддерживаем всеми силами эти вопросы. У нас поэтому очень много... Я вообще говорю, область вообще в год российского кино, так все наши творческие силы возбудились на тему кинематографии. У нас столько сейчас снимается фильмов и документальных, и художественных. И одиночки снимают, и целые объединения у нас есть. И киношкола у нас работает на территории Ульяновской области. Вы знаете, самая наша знаменитая киношкола, это киношкола 73, которую возглавляет Борис Куломзин, один из соратников Александра Анатольевича. Они вообще уже на полупрофессиональном уровне детей обучают, и они такие фильмы создают, которые уже не стыдно показать где угодно. Я вот сама участвовала и в их фестивалях, и в итоговых мероприятиях смотрела эти фильмы. Ну, ребята, кинозвезды прямо, и кинорежиссеры. Я надеюсь, что это все бесследно не пройдет. Но то, что бесследно не пройдет для этих детей, прежде всего, в каком даже смысле? Что я уже уверена, что эти дети, по большому счету, ничем плохим в жизни заниматься не будут. Они уже прикоснулись к искусству, у них уже их время свободное занято. И я считаю, что это самый главный результат, который добиваются творческие объединения вот такого вот типа. Ну, конечно, мы рады, что у нас в 10 районах теперь появляется цифровое кино. Но у нас это все-таки в районных центрах, и пока еще не во всех районах. И как же вот решать проблему сельского кинопоказа, да? Мы, конечно, счастливы, что у нас есть киномобиль. Он у нас второй год работает. И работает, я должна сказать, очень успешно, очень интенсивно. У нас специально два человека работают на этом киномобиле. Он по три раза в неделю выезжает. То есть он практически из районов не вылезает, из одного в другой. И как раз мы стараемся ездить в те населенные пункты, где вообще кинопоказа вообще 100 лет уже не было. Где вообще все возможности ограничены культурного досуга, какие только есть. Поэтому пользуется он, конечно, и спросом, и успехом. График киномобиля составляется буквально на целый год вперед. Сейчас как раз идет заявочная кампания, мы составляем график на весь 2017 год. И он у нас доезжает до самых-самых глубинок. Ну, я сама, у меня и специалисты ездят. Я сама ездила с киномобилем в одно из сел Ульяновской области. И когда детишки, которые вообще уже... А у нас экран там 4 на 6 мы привозим, разворачиваем во всю стену. И дети, когда смотрят в очках кино в 3D формате, ну, представьте... Для них это фантастика. Для них это фантастика. Далеко не все имеют возможность. Конечно, те, которые поближе, их не удивишь, они в областной центр ездили тогда, когда у них этого не было. А вот глубинка на самом деле этого не видела, не видит. И поэтому мы рады, что мы можем, имеем техническую теперь возможность доставлять кино в самые отдаленные населенные пункты. Вот, конечно, мероприятий прошла масса. На сегодняшний день только у нас полторы тысячи мероприятий, да, и 200 тысяч зрителей обслужены всеми киномероприятиями, любыми, начиная от областного центра и кончая самым крайним селом. Столько киномероприятий состояло в соответствии с областным планом. Но, конечно, среди них были такие, которые привлекли очень большое внимание. Например, мы реализовали такой проект, как Академия кино. К нам приезжал и Александр Прошкин, режиссер, и к нам приезжал очень современный, очень знаменитый сегодня молодой кинокритик Антон Долин. И в рамках Академии кино и Наталья Варлей к нам приезжала, и целый ряд эстонских кинематографистов приезжали. И все эти люди, они не просто организовывали творческие встречи, мы организовывали с ними мастер-классы, они встречались с интеллигенцией, встречались с творческой, студенческой молодежью. То есть вот такое тоже появилось, такие проекты появилась возможность реализовать именно в год российского кино. Конечно, мы делали для этого много, мы участвовали в грантовых конкурсах. Я говорю, что по большому счету уже на сегодняшний день мы привлекли вот своей кинематографической деятельностью, мы в регион привлекли более 70 миллионов рублей. Это речь идет, я имею в виду, в консолидированный бюджет культуры Ульяновской области. Консолидированный бюджет это ведь федеральный, региональный, муниципальный и так далее, да. Вот частный, ведомственный, все деньги, которые идут на культуру, вот. И мы из федерального бюджета вот столько денег привлекли на вопросы кинематографии. Вот я считаю, что все это вот не бесполезно и все это, конечно, свои плоды даст в следующем году, который, может быть, не будет, который будет годом экологии. И мы уже сейчас готовим свои кинематографические грантовые заявки по году экологии. Мы все темы захватываем. Давайте сначала об этом поговорим. Да, да, да. Ну, основной целью, я снова возвращаюсь к речи президента, основной целью Владимир Владимирович поставил продвижение киноиндустрии в регионы страны и увеличение кинофильмов отечественного производства. У нас в студии присутствует продюсер региональной кинокомпании. Вот хотелось бы узнать, вы достигли цели этой увеличения в прокате именно ваших фильмов? Ну, у нас еще не столько много фильмов, что благодаря им увеличивать в России. Но, вот смотрите, как говорится, если бы президент не объявил год кино, наверное, мы бы в области его сами объявили и сами бы провели, причем провели бы настолько успешно. Заострю одно такое внимание на одной теме. Вот когда мы смотрим соцсети, в которых обычно сидит наша публика, да, это молодые люди от 13 до 25, там, 5 до 27. Это основной поток зрителей, которые ходят в кинотеатры. В России так сложилось, что именно этот слой населения, наверное, молодежи, да, возглавляет рейтинги всех походов в кино. Так вот, когда читаешь этих людей в социальных сетях на предмет, что сделано в той или иной сфере, в Ульянской области, допустим, да, везде говорят одни слова, но вот про кино в этом городе и области никто не скажет, что это слова. Вот это я считаю, что главное добились областные власти, там, вместе с нашим губернатором, то, что в нашей сфере реально видны дела. Вот это самое главное, что мы добились за последние, там, 3-4 года. Ну, так вот, подходя к году кино. Это первое. Второе, касаемо вашего вопроса, только в 16-м году количество отечественных фильмов на экранах в России увеличилось на 60%. Да, то есть это фильмы, которые, а, добрались до широкого проката, это фильмы, которые стали окупаться, это фильмы, которые стали хорошими по качеству. На самом деле, отечественное кинопроизводство, оно большое и производится очень много фильмов, да, но те, которые добираются до экрана, те, которые окупаются, те, которые выходят большим, с большим экранным временем, таких, конечно, очень мало, но зато они стали окупаться. Мы знаем, да, пример, там, «Экипаж», «Легенда 17», да, и комедии «Жених» и «Горькая». Вот, в связи с тем, что государство наконец-то повернулось к этой отрасли лицом, и в этом году, в 2016-м, впервые через Фонд кино и Министерство культуры Российской Федерации, были разыграны гранты на производство кинопродуктов, ну, кинофильмов, в том числе и для независимых кинопроизводителей. Это первый раз в этом году, раньше же получали все субсидии, получали фирмы-гиганты, да, которые производят этот контент. Мы все их знаем, там, компания Никита Михалкова, там, Федора Бурденчука, Сельянова и других, да, монстров нашего кинопроизводства. И в этом году впервые из большого количества людей из регионов, которые подавали свои заявки, вот даже я знаю двоих человек, которые получили поддержку, причем ту поддержку, которую я назову, даже иногда не укладывается на слух. То есть кинопроизводитель из Уфы получил 70 миллионов рублей на производство своего фильма, да, и из-под Самары человек из Новокурбышевска получил 20 миллионов. Вот других я не знаю, это те люди, с кем мы близко вот общались на наших кинофорумах, на кинофорум, которые проходили в мае в рамках фестиваля Валентины Леонтьевой здесь у нас, в Ульяновске. То есть люди, которые никогда не снимали кино, но благодаря своему таланту, благодаря своей поддержке, благодаря команде, которую они смогли найти, и продюсеров, и всю техническую команду, государство в них поверило, и государство выделило деньги на безвозмездной основе. Да, вот этот вот такой большой прорыв в нашем государстве. Я думаю, 17-й год только увеличит количество таких проектов, и мы тоже будем пытаться попасть в финансирование государственного производства фильма. Пока, ну, к сожалению, или к радости, да, мы пользуемся своими финансовыми возможностями, и вот за последние три года мы сняли два фильма, в 12-м году, это 901-й километр, который вышел, ну, в кавычках, так скажем, в широкий прокат, да, почему в кавычках, вышел, да, 43 города все-таки его посмотрело, 43 кинотеатра в России, да, это была некая проба пера, не совсем противоречивые отзывы о фильме, есть очень плохие, есть очень хорошие, есть средние, как обычно, но раз говорят, значит, мы какой-то продукт создали, да, вот. Что касается нынешнего продукта, мы сняли новогоднюю комедию-мелодраму, которая сейчас выходит уже на 100 экранах в России, причем подписались такие федеральные знаменитые огромные сети, как Cinema Park, как Cinema Max, как Carro Film, да, это большого стоит, чтобы пробиться в этой сети, вот. И 1 декабря мы практически во всей России стартуем нашим фильмом «Загадай желание», который снимался полностью в Ульяновске, который снимался в январе прошлого года, то есть ровно через год мы выпустили проект на большой экран. Профессионалы снимают за 6-8 месяцев и выпускают, да, вот мы сняли за год, то есть мы приближаемся по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть уже к профессионалам. Да, это не подбастер, да, это легкая романтическая история, которая произошла с сотрудниками некой фирмы, вот, вся натура была в Ульяновске, Краеведческий музей, Наш Венец, Гончарова, Волгоспорт-Арена, Дом быта, все это мы увидим в этой картине, у нас было 4 фокус-группы, из них 2 было в Челябинске и в Самаре, и люди, которые там смотрели на фокус-группах, там по 100 человек собиралось, мы приглашали на просмотр, им всегда было интересно, где снимали, потому что очень красивый город. Мы вот к нему привыкли, а когда мы показали там с высоты птичьего полета город, когда показали заснеженные улицы, нашу площадь, да, там вот улицу Ленина, там венец наш, да, подсвеченный, и люди говорят, вот где так красиво исторически, вроде бы маленький исторический город, понятно, да, но не могли понять где, вот, людям очень нравился город. Вот, специалисты, которые к нам приезжали снимать, к сожалению, таких режиссеров мы еще не воспитали, да, мы пока их приглашаем, это московский режиссер был, который полностью стал режиссером картины, актеры московские и самарские, но московские и технического персонала, это все Ульяновск, да, вот ждут очень много детей с родителями, которые там снимались, ждут очень фильмов выхода наши молодые актеры нашего драм-театра. Мы на кастинг приглашали, пришло 360 человек, да, но вот, к сожалению, режиссер выбрал этих людей только в эпизоды, да, но вот порядка 16 человек снялось в эпизоде. И вот сейчас у нас начинается 25-го большая рекламная кампания по запуску этого фильма в Ульяновске, и в ролике будет говориться, что, а вдруг и ты в кадр попал, то есть приходи посмотреть, вдруг и ты попал в этот кадр, да. Надеемся, люди придут, наши местные зрители оценят его, посмотрят. И, конечно, хочется сказать, что это уже коммерческий проект, да, полностью коммерческий, мы рассчитываем на его окупаемость и, естественно, на получение прибыли. Если нам удастся этот проект, мы звезд с неба не похватаем, да, но если вот две составляющих мы реализуем, хоть там хоть один рубль будет прибыли, то в 2017 году мы уже снимем два фильма. Вот, это что касается этой премьеры, но к чему мы стремимся? Мы стремимся к двум вещам, которые мы хотим реализовать в ближайшие два года в Ульяновской области, это построить киностудию, два с половиной года мы получаем документы. Наконец-то мы практически на 98 процентов, мы как только начинаем говорить, что мы все уже получили, у нас обязательно случается, что где-то какой-то чиновник где-то нашел что-то, и мы продолжаем получать дополнительные документы. Но вот эта вот вера в этот проект губернатора Сергея Ивановича, который вот постоянно нам помогает, вот если какие-то вопросы есть, он и чиновников ставит на место, и где-то своим там волевым решением какие-то принимает вещи, да, я думаю, что вот эти вот два с половиной года для создания рабочего проекта, для получения всех разрешительных документов на стройку, это еще зеленый свет. Если бы такой поддержки не было со стороны губернатора, я думаю, мы бы завязли на очень долго. И если у нас сложится с инвестором все хорошо, вот в конце февраля у нас будут окончательные переговоры, то, наверное, летом мы выйдем на стройку, и, наверное, через год, летом 18-го, мы запустим первый павильон, съемочный павильон, оснащенный техникой, самый последний, венгры, надеюсь, нас не подведут и поставят все это дело, и будем уже снимать большое кино в своем павильоне. И сериалы, и короткий метр, и большой метр. Вот, и нам бы очень помогло еще что? Это помощь со стороны правительства Ульяновской области по вхождению в пилотный проект по созданию фильм-комиссии. Да, Лидия Михайловна обмолвилась, что всего 10 городов, 10 областей вошли в этот пилотный проект в России. Мы в том числе. Мы в том числе, да. Что это такое? Это некие преференции к киносъемочным группам, которые должны приезжать сюда, либо местные, и снимать здесь. Здесь они будут тратить деньги на гостиницы, на аренду аппаратуры, на транспорт, на питание, на все, на все, на все, на все. И после того, как у них сложится некий бюджет, потраченный в этой области, порядка 20% Ульяновской области возвращает им эти деньги. То есть этим съемочным группам намного выгоднее снимать здесь, нежели чем там в Москве, даже на именитых киностудиях или в Питере, да, где гораздо дороже вся инфраструктура. Если мы сумеем создать здесь вот такой плацдарм для привоза сюда съемочной группы, то в 17, 18 и 19 году к нам приедет очень много съемочных групп. А значит, они оставят здесь деньги, а значит, они дадут работу дополнительным людям. А главное, они начнут вот этих привлекать даже мальчишек, девчонок, которые выходят из наших киношкол, да, нашему факультету при ОЛГУ, артистическому, нашему драмтеатру, нашему политеху. Кстати, в политехе учатся ребята, которые, не поверите, рисуют очень много компьютерной графики для индийских мультиков. Да, 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 получают, живут втихаря, получают хорошие деньги. Они их, да, и работают на, как на восточный рынок, не на западный, а на восточный. Да, на вопрос, давайте работать там вместе и так далее, да, но мы не можем оплатить их работы, потому что это очень высокооплачиваемые специалисты, но слава Богу, что это ульяновцы. Вот слава Богу, их не нужно нанимать откуда-то из-за границы или из других городов, они здесь живут, они готовы работать, если мы начнем их оплачивать по таким ставкам, которые оплачивают и Индию, и Китай. Вот такие перспективы. — Александр Анатольевич, вы сказали, что есть специалисты там в техническом плане, да? — Ну вот обидно, что актеров взяли не наших ульяновских, а самора там. — Вы знаете, у нас актеры какие? У нас же актеры театра. — Да, здесь речь идет о тех кино, и когда мы разговариваем с тем или иным режиссером, которого мы пытаемся затащить сюда, да, на какой-то проект, то есть он сразу говорит, вот если, это же все деньги, то есть если мы начнем работать с вашими артистами, допустим, театром, нам их нужно будет только порядка двух месяцев переучивать на работу с камерой. Ну, совершенно другие вещи, да? Два месяца переучить на работу с камерой, это значит, нужно арендовать камеру, группу операторов, осветителей, там, кинокрановщиков на эти два месяца только для репетиций. Понимаете, в какую копеечку он складывается? Да, а фильм обычно снимается там от 20 до, полный метр, от 20 до 30 так называемых съемочных дней или смен. При непрофессиональных актеров, актеров кино, да, то есть это увеличивается в три раза. Стоимость одного съемочного дня приблизительно, ну вот, открою тайну, там, 150 тысяч рублей в день, да, вот, представляете, то есть надо еще два месяца потратить только на репетиции. И режиссер говорит, то есть если вы готовы на это, у вас есть такие бюджеты, мы можем учить людей, да, работать перед камерой. А если нет таких, тогда давайте брать профессионалов, которые работают с камерой уже именно в киноиндустрии, а не в театральной. У нас очень много профессиональных актеров, да, но это актеры театра. Вот, есть такой маленький диванчик. Ну, в любом случае, я считаю, что большой плюс, то, что у наших актеров, у начинающих актеров появляется возможность, пусть в эпизодических ролях, но окунуться уже в этот процесс. Ну, потихонечку, конечно. Конечно, учеба начинается с этого, нельзя попасть вот прямо с улицы на главную роль, хотя такие случаи бывали в жизни, кинематографы. В 2017 году вы тоже планируете снимать фильм, да? Да, у нас лежит две заявки, мы нашли режиссеров на эти заявки, да, у нас лежит полный сценарий, причем с диалогами. Да, одна, вот вы только говорили, Людмила Михайловна, про экологический год, да? А у нас вторая история, она комедия, она про раскопки старой войны, там же, вы помните, да, там эра динозавров практически там живет, и те раскопки, которые когда-то были, да, и которые сейчас иногда находятся, да, находят люди, они связаны с находками вот именно останков динозавров. И вот вся история будет разворачиваться на фоне поисков сокровищ в виде древних остатков динозавров. Это вторая история, а первая история тоже комедия, там про угонщика, угонщика автомобилей, но неким таким способом, не буду рассказывать суть, о которых никто не знает, как правильно угонять, ну, все это будет тоже в комедийном варианте, да, этого способа не знают, и поэтому вот такие две истории хотим оплатить в 17-м году. Хорошая история, интересная, заинтриговали. Но главное на местном материале, главное все на местном материале, и все у нас, вот это самое дело. Мы уже ждем, да. Ведь это же вот и есть один из... Старая Майонс, Чернохов, недалеко, так что премьера сразу будет. Сергей Александрович. Нет, массовку эпизодическими ролями там, на заднем плане. Это все продвижение региона, понимаете, это все продвижение региона. Вот мы все говорим, мы родина талантов, у нас таланты не только Карамзин, там, Гончаров и так далее, да, вот они, таланты. Разными всякими путями, да, рядом с нами. Поэтому я говорю, что вот у нас в области, вот в этой сфере, то есть больше дел, чем слов. Вот это самое главное. Есть люди, которые здесь вот, которые сидят, да, двигают эту вот отрасль, да, и много еще кого здесь нету, хотелось бы видеть, да, там, от Бориса Куломзина и заканчивая, там, Татьяна Александровна, да, нашим министром, к сожалению, бывшим уже, да, который... Ну, вот при ней все двери были открыты. Да, мы при съемках там даже своего фильма «Загадай желание», когда в январе, если вы помните, там, первые четыре дня, там, когда мы начали съемки, 5-6-7 января, там были морозы 30-ти градусные такие, да, а у нас как раз были все на улице съемки, и мы получили филармонию, и мы получили автобусы, где грелись, и мы валенки получили, и мы электричество от... Как он вот правильно называется? Дом правительства? Да. Да? От Дома правительства получили, тоже бессладко, когда нам техники говорят, да, не хватает света, нам нужно вести еще кабель, а морозы стоят, и мы обращаемся, и к нам выходят, вот, видно какие-то электрики, да, с Дома правительства, говорят, ну, у нас же все, елка горит, там все горит, что вам еще надо? Ну, аппаратура очень такая, потребляющая много электричества, нам еще надо, и вот они молодцы, они притянули это все, поставили нам. И вот очень помогло Министерство культуры, вот на каждый отклик, пожалуйста, только делайте, вот делайте, делайте, делайте. Мы не просили ни денег, ничего, вот такая вот помощь, да, там, государственные объекты, там, Криеведческий музей нам очень помог, очень помог нам при съемках. Ну, вы все в фильме увидите, надо прийти и посмотреть. Первого декабря. Да, придем, посмотрим. Лидия Михайловна, ну, вы уже тут оговорились, год экологии приближается, и у вас тоже какие-то планы там, вот расскажите теперь по-подруге. Ну, я и говорю, что сейчас, видите, вот мы в тренде, да, они уже на год экологии нацелены, но мы не только используем год, какой объявили тематический. Во-первых, сейчас очень много внимания из уст президента, из уст губернатора прозвучало, очень много внимания некоммерческим организациям, которые работают как раз в социальной сфере, да. Мы в этом году тоже зарегистрировали, вот мы сегодня много говорили о фонде поддержки кинематографии российском, да, мы зарегистрировали свой фонд поддержки кинематографии Ульяновской области, зарегистрировали свою некоммерческую организацию, то есть расширив возможности подачи всяких заявок на грантовые конкурсы, в том числе для некоммерческих организаций. А те, кто занимается этим вопросом, знают, что для некоммерческих организаций сейчас количество всяких вот этих конкурсов, грантодающих, расширяется и расширяется. Именно поэтому мы еще и фонд зарегистрировали, это тоже результат года кино, и мы уже на этот фонд, мы уже два гранта получили. То есть вот если не стоять на месте, вот как Елена Михайловна постоянно вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот и результаты. И когда обращались вот по съемкам фильмов, ну не можем мы ни круто, ни денег прямых дать, у нас у самих нет, ну и действительно и по закону не положено, но всем административным ресурсам, всем чем можно, мы поддерживаем энтузиастов в кинематографии в любой области. И Куломзин не может обижаться со своей киношколой, мы всячески его поддерживаем, детей притягиваем к нашему кинофестивалю, даем им возможность посещения этих мероприятий. Когда во время кинофестиваля они закрывали как раз очередной сезон своей киношколы, мы направили туда президента своего кинофестиваля Веронику Лысокову, которая встретилась с детьми, которая рассказала им о своем творческом пути. Это девочка, которая 18 лет закончила уже второй институт, понимаете, это действительно талант российский, киноталант. То есть вот всеми этими путями мы взаимодействуем, мы не отметаем никого и ничего и ни от кого. И сегодня вот мы говорили о том, что вот с чего начиналась цифровая кинематография, да, я всегда в этом отношении отдаю должное команде Александра Крутова, который первые модернизировали кинотеатр художественный, да, сделав его цифровым. И первые привили, начали прививать моду среди ульяновсков ходить в кино, понимаете, было же время, когда у нас в кинотеатрах мебельные салоны стояли и так далее. Поэтому кто-то, я знаю много скептиков, которые смеются, вот вас там киностудия собирается, а я не отношусь к этим скептикам, несмотря на свой возраст и на свой профессиональный опыт. Потому что я вижу, что люди делают и сделают рано или поздно. И будет у нас киностудия работать, да, конечно, это не Мосфильм будет, но будет киностудия, которая будет давать работу местным талантливым ребятам, и это, я считаю, это прекрасно. И делать продукт не местного значения, а федерального и международного, вот это самое главное. Ну, стремиться всегда нужно, конечно. Ну, приятно, что он создан у нас. Да. Конечно, конечно. Когда мы, я помню, установили первые Dolby в художке, да, в 2000 году, и показывали Pearl Harbor, и люди, которые первый раз пришли, они же не знали, что такое Dolby, да, то есть звук вокруг. И вот они сидят на, там же портере есть в художке, да, и амфитеатр. А в амфитеатре еще слишком близко стояли тыловые колонки, так называемые, от Dolby. И вот когда самолет пролетал, интересно за людьми наблюдать, вот сидят там 10 человек, раз в стену, самолет улетел, раз в стену, и все 10 человек, да, как будто экран такой, да. Вот настолько людям эффект, я вот сейчас представляю, когда в чердаклах, да, это показывают, ведь в чем ведь суть того, что у них открылось? Они никогда не получали новейших фильмов. Да, к ним могли, там, на CD-дисках, там, прийти, там, через полгода этот фильм, там, и посмотреть вообще, там, ну, грубо говоря, только картинка, да, там, ни звука нормального, ничего нету, да. И когда сейчас цифровое оборудование поставили, да, они получают самый новый контент, раз, да еще в таком качестве. Да там, я думаю, культура должна в чердаклах подняться, там, на порядок к следующему году. Кино, это точно. А ведь вот мы говорим, что мы же не просто удовольствие доставляем, мы вот изменяем территорию, понимаете, да. Вот чердаклы теперь, это важно. Вот кто-то думает, ну, подумаешь, там сел на машину, доехал до любого кинотеатра. Нет, люди осознают, что они живут, извините, это самое, не в глухой деревне, да, что в их поселке самое современное, самое надейшее, самое последнее, самое высококачественное кино сегодня есть. И это придает гордости молодежи, конечно. Вот кто бы мог подумать, что у них сейчас 14-го, если не ошибает память, декабря, по всей России стартует «Звездные войны», последний эпизод, и вот у них тоже будет. «Звездные войны», там, в 3D, там, в чердаклак, да кому скажи когда-нибудь, я говорю, да вы что? Да бегут на улицу. Нет, не надо, конечно, проразговорить, что там такая глухая деревня. Не-не-не-не, здесь дело в отсутствии аппаратуры, Сереж, понимаешь, я согласен. Такие вещи надо добавить, вот когда кино появилось, что на то, что говорить, да, люди стали им интересоваться. Когда оно отсутствовало, ну, как бы, да, вот выходной день, ну, куда сегодня, да, там, или туда, или в кино, или еще куда-то. А сейчас вот даже идешь, как бы, да, ну, все правильно, чердакл это не город, тебя знают, и все, и звонки, и все. А что будет? А когда будет? А во сколько будет? А хорошо, хорошо, хорошо. Вот не только меня, но и всех остальных. То есть люди начинают интересоваться, им становится интересно, и это здорово, я считаю, как бы. Спасибо большое, вот давайте на этой положительной ноте мы закончим нашу передачу. Спасибо, что пришли, я думаю, что это не последний раз, еще увидимся.